В крупнейшей станице Славянского района Петровской ее жители стремятся жить по-современному в комфортных условиях. Это вполне возможно, если не упускать из виду возникающие проблемы и оперативно их решать. Подробности в нашем следующем репортаже. Физкультура и спорт в Петровском сельском поселении в почете. Есть отличные тренеры и спортсмены, успешно выступающие на соревнованиях самых разных уровней. Развивается и массовый спорт. Но вот хорошего спортивного комплекса здесь не было. И, конечно, для большой спортивной станицы он был очень нужен. Благодаря содействию районной администрации этот вопрос близок к своему решению. На территории станичного стадиона началось строительство универсального спорткомплекса. Финансирование ведется из краевого бюджета. Общая стоимость работ свыше 60 миллионов рублей. Станица у нас спортивная, большая. Мы ждали этого события. Наконец-то это все началось. Я думаю, что это все быстро построится и мы будем заниматься спортом. Огромную благодарность, конечно, хочется выразить людям, которые причастны к этому событию. Огромное им большое спасибо. Для развития спорта в станице это, конечно же, будет большим толчком. Особенно если я отвечаю, допустим, за вольную борьбу, я хочу сказать, что это будет очень хороший толчок для развития вольной борьбы в районе. И результаты не заставят долго ждать. Потому что большой зал, и там можно проводить как районные соревнования, так и первенство Краснодарского края. В 2019 году универсальный спорткомплекс был уже построен в станице Анастасиевской. Он стал настоящим центром притяжения для сельских жителей самых разных возрастов. Здесь проходят тренировки спортсменов, проводятся поселенческие, районные и краевые соревнования. В скором времени у петровчан появится красивая и современная площадка для занятий спортом. Сейчас идет подготовка к строительству фундамента будущего спортивного комплекса. Работы должны вестись интенсивно, ведь этот важный социальный объект нужно построить уже в нынешнем году. Это очень радует всю спортивную общественность станицы Петровской. Порадуем своих земляков нашими соревнованиями. Теперь они не будут ютиться где-то, скажем так, в тесных залах. У нас будет большой зал с трибунами, светлый. Мы этого очень ждем. 22-й детский сад производит самое приятное впечатление своей ухоженностью. Здесь хорошие условия для гуляния и отдыха детворы. Но вот подъезд к входу в это образовательное учреждение оставлял желать лучшего. Грунтовая дорога создавала большие неудобства. Обращение сотрудников детсада к властям поселения помогло решить этот вопрос. И очень оперативно откликнулись на наше заявление родителей по этой проблеме. На следующий день буквально пришли и приехали машины, техника и начали засыпать этот участок, который вызывал у нас очень большие неприятные чувства. Большое спасибо за оперативность. Большое спасибо за то, что откликнулись, за то, что не оставили нашу проблему без решения. Мы очень благодарны. В поселении было очень много сделано по благоустройству в минувшем году. И в нынешнем есть большие планы. Создание комфортных условий для жителей и гостей поселения будет продолжено. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...